Здесь, наверное, должен быть какой-то видеоряд, но точно не у меня на канале. Прежде чем вы увидите ролик, у меня есть к вам небольшая просьба. Мы создали лайв-канал про рыбалку и отдых на природе. И просим вас поддержать нас подпиской и лайком, если, конечно, вам интересно. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие танкисты! Сегодня вновь все сервера нашей любимой танковой игры взбудоражены очередным ивентом. Главным призом которого является новый советский премиум танк, который выглядит как рокер после распада СССР Т-44-100. Естественно, все мы хотим знать, а хорош ли новичок в рандоме? Сможет ли его орудие прогрызть читованную броню советских ТТ? И главное, может ли он фармить? С последнего и начнем. Фармить сей аппарат очень достойно, учитывая, что он ивентный. За средний бой в 1200 опыта вы сможете пополнить запас серебра на 60-65к чистыми. Что, поверьте, очень неплохо. Фарм сотого схож с фармом первого образца, который стоил, между прочим, 2500 рублей. Поэтому вывод тут очевиден. Если у вас есть силы и свободное время, то упарываться в данный ивент очень даже стоит. Ибо это реальный шанс получить хороший фарм танк на халяву. Ну или снизить его стоимость к минимуму. Теперь перейдем к танку. Чем же он может нас порадовать? Но если вы яркий... Но если вы ярый совкофил и вам нравится Т-44, то у меня для вас отличные новости. Орудие Т-44-100 практически полностью клонирует легендарное ЛБ-1. Единственным отличием является количество выстрелов. Вместо 7,93, как у Т-44, сотка способна произвести 7,92 выстрела в минуту. Трагедия, не правда ли? Ведь в бою это ощущается примерно так же, как капля апельсинового сока в литре водки. Однако, если вы не ярый совкофил, то вы сразу отметите несколько весомых минусов у данного орудия. Первый и, пожалуй, главный это пробитие. 175 миллиметров на бронебойных на восьмом уровне катастрофически не хватает. Особенно в боях против девятых. Но! Стоит справедливо заметить, что это проблема большинства СТ восьмого уровня и не только премиума. Поэтому данный минус надо принять как факт, а не как отрицательная особенность Т-44-100. Далее, второй недочет орудия это УВНы. По моим ощущениям их меньше, чем у ЛБ-1, однако я могу ошибаться. Единственное, в чем точно уверен, их мало. Но опять-таки, если вы любите погонять на советских танках, то вряд ли сейчас удивлены и расстроены. Ну и на этом у орудия минусы заканчиваются. В остальном, классический совок. 7,92 выстрела в минуту со средней альфой в 280 дают нам ДПМ в 2217 единиц, что является крепким середняком среди СТ на восьмом уровне. Приемлемая точность сносной КД, в общем, ничего нового и удивительного. И это хорошо, рели гуд, что варгейминге не стали ничего выдумывать и подкручивать, а просто взяли то, что работало годами и воткнули в более лучшую тушку, дав повышенную доходность. Теперь о броне. И снова снимай шляпу. Варгеши не стал изобретать велосипед и тупо скопировал параметры СТ-44, которые очень неплохо танкуют в рандоме. При этом добавили по бокам 75-мм экраны, которые дополнительно защищают борта от фугасов и увеличивают шанс пропадания или непробития. То есть наша обычная 44-ка стала немного имбовее и читованнее в плане брони, что значительно повысит градус накаливания пуканов в рандоме. Также, в отличие от 44-ки, у Сотки изменилась лобовая деталь. Она стала литой и под более острым углом. Это увеличит приведенные показатели и шансы на рикошет. Честно, даже не верится, что этот танк реально можно получить в ивенте. Бесплатно, за труды, а не за скромные 50 тысяч рублей, как это стало принято УВГ. Ну и теперь о подвижности танка. Максимальная скорость 51 км в час, которую он набирает чуть быстрее, чем рождаются дети. И в целом складывается ощущение, что он пропитан бутуроном. Однако, стоит выпить оригинал, как понимаешь, что Сотки еще и маневреннее, несмотря на появление боковых экранов. Так что, разочарованную вы точно не будете. Что же, из остальных особенностей, Т-44-100 стал ниже, башня стала более плоской и рикошетной, в отличие от старичка, и похудела на 50 хп. Подведем итоги. Хорош ли танк? Если смотреть объективно, то, безусловно, да. Он фармит, он отлично чувствует себя в рандоме, он советский, и он бесплатный. Однако, для меня в этом тыль проблема, что Т-44-100 классический советский. Он такой же скучный, как посещение выставки фанеры, и после получаса игры на нем у меня проявились признаки рвоты. Я устал от постоянных рандомных непробитий, и от постоянных переживаний насчет танка, ну я или нет. Ибо он надежен в бою, как старые дедушкины часы. Но стоит признать, объективно, танк очень хороший, и придется по душе многим игрокам. Поэтому, повторюсь, если у вас есть возможность и время, то стоит обзавестись этим аппаратом. На этом у меня все. Если понравилось видео, ставим лайк. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok